Сегодня в программе Fashion Stories с нами Юджиния Бруни, креативный директор ювелирного дома Пасквали Бруни. Юджиния, расскажите нам для начала о том, в каком возрасте вы приступили к должности креативного директора. Креативный директор в 2001 году я решила взять в руки креативного департамента, раньше я был дизайнер под дизайном директором моего рода. А какое у вас образование? Я так считаю, что это достаточно сложно принимать участие в разработке дизайна ювелирных украшений. Я учусь от артистского школы. Это школа для артистов, но специально в дизайна ювелирных украшений. Но моя реальная школа, это фактория, я обсуждал моего рода, и живу в этот мир с детства. Есть ли у бренда Пасквали Бруни специфический символ, который характеризует только ваш ювелирный дом? Да, это, конечно, фоу-фоу-фоу-фоу-фоу. Мы очень связаны с символом на Земле, как стар, moon, фоу-фоу-фоу, и сердце. Я продаю фоу-фоу-фоу, потому что мы очень связаны с натурой. И это был первый символ, который в начале моего рода превосходил. Это фоу-фоу-фоу-фоу-фоу. Это фоу-фоу, как, знаете, что ребенок может дизайнить. У вас была коллекция под названием Liberty Diana, которая была посвящена принцессе Диане. Она такая, в виде бабочек, с апфирами, бриллиантами. Есть ли сегодня человек, которому вы бы хотели посвятить новую коллекцию? Принцесс Сисси, которая была большая инспирация, потому что она была первая принцесса, которая была более похожей, более похожей, более похожей, более похожей к ее женщине. Она была очень индивидентная, может быть, она любит свободу, она любит натур, большая личность. И, в прошлом, Мэрили Мурроу, потому что мы создали коллекцию Мэрилин, и это была большая инспирация. Я знаю, что ваш брат Даниэль Бруни занимается именно подбором камней в вашем ювелирном доме. Расскажите о его работе немного. Даниэль бруни в этой работе, потому что он действительно спиритовый человек. Он действительно был человек, который хочет лучшую качество, но также имеет значение каждого цвета. Он действительно выбирает вещи, которые очень натуральные, потому что он знает, что хорошо для человека, и что нет. Он действительно чувствует стены. Покажи нам свои любимые вещи здесь. Все эти жюлеры, это сложно выбрать, потому что это часть моей. Я люблю этот вид, что это тяжелый работа моего папа, которая из-за того, как часть Плато-Фиорито-Лайн. И это тяжелый работа, потому что все это было сделано в факторе, как кусок жюлеры. Кто из известных мировых звезд предпочитает коллекции Пасквали-Бруни? Участничество, что она просто любит, как и вытекает коллекции Плато-Фиорито-Лайн, потому что она может жить без коллекции. когда она увидела, когда она приехала в Италию. Я бы сказал, что мои брони были лучшие компании, лучшие компании, лучшие советники. Я могу чувствовать правильное в их eyes, они будут чувствовать эмоции, они знают в прошлом, они знают, что может быть на моем пути, на моем желании. Я думаю, что семья – это то, что представляет компанию, и это то, что я верю. Ты счастлива, что у тебя такие бренды? Да, я очень счастлива. Как истинная модница, расскажите нам о своем любимом бренде, который вы любите одевать вещи. То ли это Италия, то ли это может быть американский бренд или французский. Юджиния, при такой занятости хватает ли вам времени для собственных удовольствий? Вы ведете достаточно активный образ жизни в Италии. Посоветуйте нашим зрителям ваш самый любимый ресторан. Я люблю ресторан «Cavallini» в Милану, потому что это очень красивый место. И они также имеют красивый гардер, который я люблю, чтобы быть в контакте с Натур. И это место, где многие стилисты, многие компании и фасши, потому что вы чувствуете, что есть хорошая атмосфера. И я бы сказал, что «Cavallini». Ну, я тоже люблю суши, поэтому я тоже большой фан суши. И я бы сказал, что никто не хочет в Милане. Также для амбиенции, если ты идешь в Милане, ты должен быть там, чтобы чувствовать Милану, этот mood в Милане. Спасибо большое, Юджиния, за эту приятную беседу. Большое спасибо. С вами была Яна Шелест и Юджиния Бруни. Оставайтесь с нами на телеканале «Ukrainian Fashion». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова